Всем привет! Сегодня у нас видео будет про фикс прайс. Я, честно говоря, уже сомневалась, снимать это видео или нет, потому что оно набирает мало просмотров. Я так понимаю, что оно не особо интересно. Может быть, кому-то будет интересно все-таки посмотреть на те товары, которые я купила, причем сумму потратила немаленькую. И одна из первых просто очень крутых книг. Из всех, наверное, что я видела подобного формата, это вот эта книга про животных. Цена, конечно, 200 рублей, но если вы зайдете в книжный магазин, такая книга будет стоить в районе 400 точно. Предупрежу сразу, мы ее уже немножечко поюзали, я ее уже немножечко подклеила. И здесь 45 окошечек внутри. Были разные книжки представленные. Вы просто посмотрите, как все красочно и ярко. Просто такие цвета. Здесь целая история. В общем, это очень интересно. Пока мой ребенок не особо понимает русский язык и речь, в принципе, я думаю, что ей вот интересно смотреть столько картинки. Вот она на тигра, например, говорит киси, мяу и все такое. Но если эта книга сохранится, допустим, еще год, то здесь явно есть что почитать. Действительно, очень интересно. Здесь все написано. Здесь что-то вроде игры какой-то. Ну, просто посмотрите, какая красота. Какие яркие цвета. Она с этой книжкой девочки даже спать ложится. Ей очень нравится. Особенно вот эта корова мул. Это что-то нечто. Ну, раз я уж начала тут с детских товаров, появились в экспрессе новые наклейки Год Плюс. Ну, они как бы, я понимаю, много раз. Смотрите, а цена 77 рублей. Это средняя цена для фикс-прайса. Есть наклейки подешевле, но они уже идут такие, смотрите, как новогодние. Тоже очень красочные. Очень крупные рисунки, зайчики. В общем, здесь все очень красиво. Прикольно. И вот сами наклейки. Наклейки, это тоже у нас любимая тема. Причем наклейки мы клеим не в книжку, а само на себя. Или на папу, или на маму. Обязательно надо наклеить. И вот такие вот с нигерями тоже. Красочные валенки здесь. Тут просто такая площадь, можно даже просто рисовать. Мне, по крайней мере, не жалко, если ребенок рисует на журналах. Тоже здесь очень классные, яркие наклейки. В общем, рекомендую. Ну, конечно, в фикс-прайсе представлена новогодняя уже тематика. И уже, по-моему, давно. И там просто куча всего для Нового года. И игрушки, и мишура, и все, что только душе угодно. И какие-то сувениры, и податки. В общем, я решила также ребенку купить вот эти наклейки. Они наклеиваются на стекло. Или я подумала, что мой ребенок будет просто не играться и клеить их на зеркало. Там еще внутри оказалось, что есть еще обычный дом. Это просто обычная наклейка. А цена у этих наклеек 77 рублей. Ты танцуешь? Также в фикс-прайсе появился вот такой ватман для рисования. Здесь аж целых 3 метра. Я думаю, вы поняли, для чего он. Я так подумала, что ребенку для разнообразия будет интересно порисовать просто якобы на полу, но на самом деле на ватмане. В общем, очень интересно. Я пока не даю своему ребенку краски и прочие грязные вещички, потому что еще не тот возраст, ну, как я считаю. Хотя, в принципе, уже можно было попробовать. И купила ей гелевые ручки. Да, кстати, ватман стоит всего лишь 99 рублей. Это недорого, для 3 метров. Взяла гелевые ручки. Сейчас посмотрим, как пишут. Ручки стоят 55 рублей всего лишь. Я думаю, что это тоже недорого. Но я пока даю своему ребенку рисовать ручками. Ручками ей больше нравится. Ну, на такой бумаге, конечно, не особо будет видно, как они пишут, но я думаю, что они пишут. Они еще, кстати говоря, все с блестками. Ну, с мелким шиммером. Да. Они все с мелким шиммером. Они у меня на балконе лежали, поэтому замерзли немножко. И не совсем ярко пишут. Надеюсь, она мне их не разберет на части. Очень любит раскручивать вот эти элементы. Конечно, обычные шариковые ручки мне лично больше нравятся. Но я не нашла набор цветных ручек, обычных шариковых в фикс прайсе. Нашла только гелевые. Надо их будет подержать вот таким образом. И они будут безотказно работать. Ну, я надеюсь. Купила набор синтетических кистей для рисования. Но нет. Я, конечно же, их купила не для рисования, а для себя. Я тут их немножечко повыстригаю. Буду ими пользоваться. Давно, кстати, искала синтетические кисти. В основном все какие-то натуральные. Натуральные они линяют как не знаю что. Цена их 55 рублей. И на что я обратила внимание, они пришиты здесь. Так, сейчас достану. Вот достала самую тонкую кисточку. Ей удобно закрашивать какие-то рисунки на ногтях. У меня есть подобная, уже использованная во всю кисть. В общем, я довольна этой покупкой. Далее я купила вот такой нюдовый набор резиночек. Я люблю вот такие резинки-спиральки. Они, конечно же, со временем растягиваются. Но куда деваться? Любая резинка, в принципе, растягивается. Эти, кстати, очень даже плотненькие. И, конечно же, очень приятные цвета. Неброские. Прям для меня взрослые. Очень даже хорошо будет смотреться на волсах. Так, купила детские колготки. Как-то она у меня немножко подросла. И пришлось покупать еще. И покупаю, кстати, колготки в фикс-прайсе. Они у меня не успевают смашиваться за то время, пока она растет. Такое ощущение, как будто с этими колготками явно обманули. Хотя написано... Смотрите, написано оба. 98 и 98 размер. Но эти, по-моему, какие-то маленькие, что ли. Что-то я не посмотрела, девочки. Посмотрите разницу. Ой, везде обман, кругом обман. Качество, я бы сказала, что среднее. Бывают колготки и получше качества. Да, это, конечно, очень странно. Черные колготки, которые написаны 104 см, оказались меньше колготок, которые написаны на 98. Это просто какое-то чудо. Так что, девочки, если покупаете вещи в фикс-прайсе, обязательно проверяйте размер. Потому что здесь бывают вот такие вот интересные штуки. Вот эти колготки, мне кажется, явно на 5 лет. Ну, ладно, что ж теперь. Большие, не маленькие, как говорится, подождут своего года. Также беру фикс-прайсе маечки. Тоже они у нас долго не носятся, потому что ребенок растет. Я взяла на этот раз 32 размер. Это были единственные расцветки этого размера. Хотя там были маечки с кошечками. И мне очень хотелось ее взять, но 32 размера не было. 30 нам был бы впритык, с учетом того, что эти маечки еще присядут. Потому что это чистый хлопок для детского садика вполне себе подойдет. 55 рублей, это недорого. Взяла очередную упаковку с резинками. Резинки это у нас расходный материал. У нас еще пока особо не было, что резинки цепляться. Но мы заплетаем кукол и иногда одеваем все-таки ей там на три волосинки резинки. Она просит, потому что сидеть в садике хоть с резинками ей как бы надо. Она у нас очень любит играть с резинками. Поэтому вот у нас вторая пачка 50 рублей. Всего лишь такой наборчик. Обычные одноразовые, я бы сказала, резинки. Сколько их здесь штук? 80 штук написано. Ну и что, конечно, говорить. Я решила взять колготки и себе. Не знаю, продавались ли они раньше. Я очень хотела взять коричневые расцветки, но ее просто не было моего размера. Взяла 48 на 50. Ну, решила взять побольше. Колготки должны быть хорошими. Здесь 45% хлопок, 25% акрил, 27% полиамид и 3% эластан. Фирма вот эта Zouwe. Я брала носки. Хорошая фирма. Мне нравятся, по крайней мере, носки. Так они выглядят внутри. Но я думаю, что если вы пойдете в фикс прайс, вы посмотрите. Резинка прям хорошая. Единственный минус того, что сзади две полоски на попе. И какое-то, я думаю, облегающее совсем платье вряд ли можно надеть. Но, в принципе, здесь шов не сильно выражен. И, может быть, он не будет видно. У меня серое платье. Последнее, чем колготки. Не знаю, будет ли это нормально смотреться. Потому что, ну, черные колготки я не люблю. Померяю, девочки. Я вам скажу, хорошие или нет. Я уж не буду тут в себя колготку вставлять. Ну, и немножечко здесь химии. У меня здесь я беру жидкий порошок. Ну, гейт для стирки. Решила сейчас пользоваться лоском, потому что мне нравится его запах. Цена его 200 рублей. Здесь у нас вроде полтора. Да, ну, почти полтора литра. И удобная бутылочка. Также я всегда беру салфетки для всяких нужд. Они у меня всегда стоят на команде. 140 шутук. 77 рублей всего лишь салфетки. Это очень большой объем салфеток. И они хорошего качества. Также я беру здесь суперпрочные перчатки для мытья полов. 55 рублей. И беру перчатки чуть потоньше для мытья посуды. Тоже 55 рублей. Несу их по две пары. Ну, и немножечко о еде. Видела у многих девочек в обзорах. Вот такая белевская пастила. Ручная работа. Выглядит она, как какой-то кексик. Подпишу вам, как мне она на вкус. Но пастила это вообще штука полезная. Цена ее 77 рублей. Надеюсь, она будет вкусная на такую цену. Также я решила взять венские вафли окульчев. Они вкусные. И цена у них 27 рублей. Конечно, как обычно, соки с адепридонья. Даю я сейчас соки редко, но бывает. И, конечно же, мой любимый мармелад. Он в составе желатин. И, в принципе, это тоже состав очень даже щадящий. Поэтому я беру мармелад в фикс прайсе. Ну, на этом, пожалуй, все. У меня покупки вышли на 2000 рублей. Все как обычно. Сейчас дорого ходить в фикс прайс. Но у меня есть карточка бонусная. И я коплю на ней баллы. Затем буду их тратить. И там, получается, немаленькая сумма. Кому был полезен этот обзор, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok